всем здорово господа смотрящие этот ролик и заглянувший на канал новый выпуск начинаем мы с того что грузим материалы и чем примечательно это все тем что впервые за все время что я работаю в сша сколько бы я не рекомендовал людям клиентам говоря что там давайте использовать систему шлю там не только на поддон полностью что-то самый лучший материал который сейчас есть но просто он обходится примерно на 60-70 процентов дороже чем обычный материал который используют в америке все отказывались и впервые клиент послушав суммы прикинув и так далее сказал блин мне нравится давай на все деньги только шлютер и мы сейчас будем делать душевую используя только систему шлютер клея все дрейны поддон стены клипсы ленты даже ниша у нас куплена сразу готовая система шлютер в общем подготовка к плитке с этой системой у нас на всю душевую сегодня уйдет максимум день то есть мы за один день сделаем все поддон борт стены нишу это очень удобно ну покажем и вам сейчас сейчас грузимся дэвид возит он материалы жора сейчас работает на том же доме делает этот котику из дерева конструкции красит пока подготавливает брус чтобы котик не сбежал у нас последнего выпуска я тоже опять не снимал несколько дней работы сделано кое-какой там разные много но наверстаем в этом выпуске погнали и так само собой правило хорошего тона дорога до рабочего места закрыта вся бумагой здесь вот разбомбленная душевая у человека была проблема вода из-под поддона протекала по полу сюда испортила гипсокартон выходила наружу то есть поддон был сделал неправильно когда они его демонтировали там был бетон обычный гипсокартон и все это просто покрыто редгардом на один раз в общем поддон не был прогидроизолирован нормально это видно и по песку где дрейн он весь мокрый полностью то есть под него туда впитывала вода под дом уходила благо это первый этаж не 2 но здесь в общем сделан demolition все разрушено сейчас мы подпилим кусок плитки подровняемся дрейн уже примерили все вроде подходит в общем начинаем тут такую красоту лепить ну что ж на данном этапе вот так вот закончена все стены поставлены ниша встроена пэн вклеим дрейн установлен завтра еще них не хватило ленты чтобы по периметру вот здесь по периметру между стеной ну стык стены с полом обклеим еще завтра полностью лентой и все и начинаем класть плиточку мозаичку завтра пятница поэтому я думаю что этот объект у нас закончен будет в понедельник крайний там срок вторник что-то доделать подделать а так день пролетел время уже почти 4 без 15 приступили мы работать покупая материалы где-то в 12 пол двенадцатого и так вот за день рабочий все сделано нормально так ну что другие подруги у нас день следующий заехали мы сюда же горелый дом на канделу здесь жоров уже два дня два дня да он красит здесь подготавливает материал с которого мы будем делать сегодня будет удалять вот эту вот металлическую конструкцию уже подготавливать делать сюда каркас из бруса здесь у нас вот такая импровизированная малярка застелили там как смогли максимально траву вроде удалось ее ничего не замарать вот он брус уже покрашенный лежит здесь вся палета покрашенная в общем начинаем стартуем единственно что клиент каждый день через день вносит какие-то изменения изменения какого рода изначально мы договорились что на втором этаже и в курилке будет использован вот этот материал вместо москитной сетки то есть мы делаем каркас из бруса да и обшиваем его вот этим пластиком вот котик сюда как бы не пролезет тут только под два пальца дырочка поэтому тоже нормально но теперь он говорит слушать я хочу не только ее ее во первых хочу в пол роста но и москитную сетку все равно хочу чтобы типа не залетали комарики вот и получается что доп работа придется что-то докинуть как-то по деньгам но вроде адекватно нормально он с этим согласен дэвид скучает хочет поработать ему понравился демонтаж таскать бетон по лестнице очень сильно понравилось и жора тоже за два дня здесь всего лишь навсего красит на улице как бы уже скучает по пыли да по подышать пылью шатал мне показалось шакал я ну в общем как то так клиенту которого мы вчера сделали полностью подготовили к укладке плитки душевую поменял поехал сдал свою плитку на стены потому что когда он покупал ему ее продали как порцелан на это керамика когда это выяснилось он обиделся вернул всю плитку заказал новую и она будет только во вторник сегодня пятница соответственно мы сегодня только мозаику поедем ему на пол положим как бы и все ну и куча куча других дел контейнер надо освобождать сейчас тоже рванем туда жора что вы можете сказать по текущей политической ситуации в нашей компании я не знаю во первых наша работа мы когда-то занимались огромными слэдами там полторы сотни килограммов этот слэд было это что по серьезному а сейчас мы делаем для котиков клеточки еще низко так никогда не падали для котик клеточки что следующее домик для барби что что будем ложить плитку менять у меня не знаю ну слушай главное платит жену ну что то при но если мне посмотри друзья с украины скажут слушай ну там чего-то же добился я скажу ну да я делаю для котиков клеточки но эта клеточка большого хотя бы размера как бы ты делаешь хотя я хотел сказать ты делаешь полезное дело а вообще котика по идее это жалко может быть лучше бы он сбежал поставить ему запасной запасной выход задний ход как бы на этом объекте это не звучало ладно короче погнали сегодня пятница завтра выходной воскресенье едем и воскресенье мы едем на лодку ну что ж продолжаем не снимал денек другой еще другими делами занимались в общем здесь уже выложили поддон начали стену и мой помощничек димка с которым мы взяли дом на колесах на двоих он мне помогает на этом объекте вчера один день вышел со мной поработал и теперь температура 38 5 свалился не знаю в чем дело кругом люди просто заболевают сплошь и рядом у нас мама болеет уже почти два месяца и в госпитале было это отдельная тема и в мане и жесточайшая какая-то из-за этого ее полет обратно домой отложили в общем так то в кадре вроде как не видно вроде все хорошо и весело но не все так просто не все так хорошо иногда вот короче сегодня продолжают здесь один чего успею то успею буду снимать потихоньку так ну что время 4 начал я в 10 в принципе вот эту стену сейчас вот начал шлюбер на клею выставил планочка эту стену до потолка осталось чуть-чуть эту стену вот обошел нишу в нишу вклеил мозаику в общем такая вот работа снимать было некогда некому хочется побыстрее как бы закончить этот проект потому что он такой маленький я его взял в рассчитываешь и сделаю за три дня потом то плитку человек менял то то заболеет кто-нибудь на общем по сути делаем мы его если так считать по дням третий день первый день была подготовка мы все зашили поставили всю гидроизоляцию стены второй день ну не день там несколько часов часа три я поставил мозаику на пол и второй как бы тоже полдня это опять мы там начали чуть плитку почистили мозаику которых я опять и заляпал в общем вот так вот то есть третий день полноценный и завтра я закончу потом только затирка то есть в итоге нет не три дня почти считаете что пять но надо быстрее заканчивать потому что много работы впереди хорошие проекты один от начатый где мы там демонтаж делали большой пламер там заканчивать сантехник скоро можно будет приступать рядом надо сегодня заехать на другой там же объект большой хотят заказать тоже остались недовольны предыдущей работы которые делали на первом этаже на второй этаж хотят нас еще еще заходят заказы с интернетом в общем работы много работать 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 не то чтобы некому но в общем сам все не успеешь не разорвешься а пока так чтобы прям поставить доверить работу вот жора жора с дэвидом сейчас они работают на деревяшках делают это для котика вот этот загон для котика чтобы он не сбежал вот но по плитке как бы еще пока ну не дэвида ни жора такого скилла у них нет поставить самостоятельно работать как бы порой время уходит найти чтобы человека самостоятельно такие работы ставить учишь до полугода это это способным должен быть человек ну в общем в общем на сегодня все да сегодня все 4 часа сама толщина легкая уборочка и на estimate данность мы потом только домой утро следующего дня что-то сегодня у нас похолодало неимоверно пацаны освобождают гараж тут должны прийти мойщики уже весь гараж засрад шпаклевки краски будут отмывать все камень на улице будут отмывать здесь за это время пацаны вот уже настроили все вот это будет обтягиваться сеткой здесь будет дверца потому что тут люк которому нужен доступ что-то секция которая съемная тоже как доп работа такая и вот здесь все вот 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 конструкция выставлена конечно тут все по уровню диагонали там и так далее все пляшет так как вот этот весь навес которому мы привязываемся все вот эти вот столбы несущие вот этой конструкции до балки все кривые тут вообще никто не с не парился не ставил ничего ровно даже не старался в общем сетка это будет натягиваться прям прибиваться степлером прям поверх дерева а потом сверху вот таким вот вот такой вот рейкой закрываться обрамляться и котик сбежать не должен никуда я надеюсь жора ты не видел еще этого самого легендарного котика я не знаю что там за котик почему-то хочет убежать жора извини но я тебе сколько раз говорил ну открывай рот ровно настолько сколько помещается ну что ты делаешь блин от жадности тут разбросал половину нагремел блин сходил бы два раза и все спокойно ну жора у нас на суете постоянно будем звать мы будем звать тебя жора жора суета решили что для котика оставим секретный проходик каждый заслуживает на то чтобы чтобы у него был шанс если хочешь ему оставить шанс на побег все-таки и котик я сегодня что-то не хочу ехать продолжать ванну потому что там внутри в этой душевой потею маленькая на 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 улицу выхожу там витрады это холодно сегодня прям холодно поэтому займусь чем-то другим так а здесь установили эту ванную где сверлил дырочки отверстие отверстие господа прошу прощения здесь не без фокусов вот такой вот скол сделали сбили сломали плитку говорят переделывать не будут типа замажут граутом и бокситкой чем но типа типа нормально понимать домой палец и скол размер ну да ладно дом уже в ковролине не помню я показывал не показывал лестница все сделано мы внутри закончили теперь у нас работы только снаружи кухня выглядит вот так делала добротно как бы ребята молодцы и по американским меркам это считается vip супер лакшери но я знаю что я мебелью там десять лет назад в казахстане до занимался это ничего такого по идее нормальный ламинат 18 миллиметров по моему по нашему сколько тут он здесь inch по местному кабинеты все как бы такое ну не сказать простое но ничего сложного как бы такие обычно обычные даже навесы как бы без всяких этих с таким вот фиксатором просто но со вкусом единственно конечно контртоп лично мне не нравится ну не знаю какая-то расцветка не всего не городу как будто она не с этой кухни все освобождаем гараж чтобы они могли тут все мыть вот под моим чутким руководством все переносится как-то грубо да звучит сейчас вот здесь вот тоже будем начинать эту курилку строить низ обвязка у нас будет из фоба и фо 4 на 4 такой толстый брус закрепим его в землю снизу простила им рубероид чтобы он дольше гнил или не гнил сверху крышу решили сделать но глухую крышу из металла профиля они сеткой обтягивать как бы от дождя защита и нам попроще будет немножечко такие изменения в конструкции которые немного упрощают жизнь здесь он куча мозаики плитки осталось все в мусор уходит а нам даже ну забрать даже на лодку не надо такое то есть нам там некуда это лепить можно конечно из стеклянной мозаики бэксплэш на кухне сделать но честно говоря не сильно хочется использовать тяжелые материалы в этой лодке потому что мы все-таки планируем на ней выплывать и хочется чтобы выплывали мы не один раз а потом как бы бодали со страховкой на прикинь там бы плитка была не этот а не пол пластмассовый я бы себя убил бы нафиг последний раз на ну то что ты головой долбанулся до поездом мягко было нас бригада просто плачет чтобы ее застраховали уже голову на руки нам на поедание а наверное подписчики не знают мою аллергию на американское мясо которые не даже на говядину говядину нормальный нормальный стейк медиум как бы прожарки он называется сыра сырой фигней как быть поколение 90-х помнит было у нас реклама бумер это жвачка ее можно было жевать год я бы так называю это мясо не очень плохо свинина форева да свиноед да мы мы все ядны в принципе все любим не знаю у него реальный желудок встает от говядины как бы поезд говядины потом плохо ладно не об этом продолжаем что-то мне снимаешь когда работы ну чтобы люди понимали что ты не только на рыбалке ездишь еще и работаешь пальцами указывать что куда нести это моя работа вообще-то счет и за меня мою работу делаешь моим ребятам указание твоим ребятам ты указывали ты моим не указывают тогда мусор или самки давай нет все иди делай свою работу к своим ребятам когда пытаешься помочь человеку да получаешь по голове а так давай сейчас выкидать сюда на эту палету они вместе с ней унесут трейлер приезжают и загружают в трейлер потому что у вас ни трейлера ни дамстера ни рук не хватает у нас ничего не хватает да и денег тоже кстати ну чё день через день прошел вчера вообще не работали погода была плохая голова у всех болела сегодня погода еще хуже но работать надо сбили уже все клипсики очистили подготовили клей замешали сейчас будем класть сегодня мне жора помогает погодка у нас вот такая поэтому я на улицу не хожу мне вредно для здоровья а жора горит очень любит такую погоду он по ней всегда скучал по такой погоде салон погода погода очень прекрасная для работы на улице честно говоря самая моя любимая а хочу что до котика и не поехал строить это быстро еще никогда не разоблачали ну погодка короче да бр хотел взять из дома шатер думал пока доедут дочь кончится так можно было бы шатер поставить тут и работали бы но как обычно ежели бы до кабы ладно трудимся рабочий день в разгаре время два часа стены закончены делаем нишу жора как обычно выдает гениальные идеи что просто не трогай не лезь туда просто ускоряет процесс да чуть не разрушил них уже полез примерять ладно ладно короче работаем время 2 я так думаю что нам еще где-то учитывая борт который надо обклеить тоже нишу еще час и уборка плюс уборка и того полтора-два и того мы в четыре закончим как бы сама-то остается временно вечерний досуг хотя не до них конечно нас жора отлить его такое доведет от липни от липни хватит собой любоваться в это зеркало тыс мы закончили чё скажешь честно до полминуты назад этот сударь говорил о том что все фигня переделывает но друзья согласитесь то что положили сверху вот так вот плитку сударь это я не касса пойдет короче мне не нравится при клиенте делали с ним всегда все согласовываю но как обычно мне не нравится борт мне не нравится что у него не сделан так а вверх сделан вот так надо было делать одинаковое либо полностью вот так вот так вот так либо полностью вот так вот так вот так по длине плитку по верху надо было пускать до либо либо торец надо борт было делать тоже из вот таких вот направлений все эти линии совпадали а сейчас у меня у меня какая-то вакахония в голове и в глазах происходит мне не нравится эстетически не знаю короче душевая готова все классно но вот этот вот последний штрихборд как бы все испортил блин уже денег никаких не надо за мнение шучу шучу деньги надо ладно затрем потом не знаю когда сегодня пятница пусть сохнет в понедельник только затрем да давай наводим тут порядке прибираемся подметаем вплоть до инструментов можно забирать нам уже ничего здесь не надо так все прекрасно короче заканчиваем а ты на камеру то что я сказал вот уже выключил подожди я вырежу короче заканчиваем прибираемся план такой на улице дождь промокли выходя туда что я что жора холодно мокро поэтому дома у меня хеннесси стоит бутылочка початая так слегка поэтому поедем греться да да здоровье ради друзья только здоровье ради здоровья для на этом ролик подошел концу берегите себя своих близких ребят это серьезно важно будьте добрее друг другу будьте сложно но будьте старайтесь на доброте держится мир доброта в этой жизни она пригодится обязательно не вам но пригодится так говорят многие психологи не слушайте их берегите себя своих близких будьте добрее друг другу пока пока увидимся